Планировали подготовить обычную весеннюю корректировку, но жизнь принесла свои коррективы. Оперативно и конструктивно краевым парламентариям пришлось проводить корректировку бюджета. Как будем жить в ближайшие три года, нужно решать здесь и сейчас, в нынешних сложных экономических условиях. Сегодня министр финансов края перечисляет скорректированные параметры краевой казны. Как подчеркнул ранее на выступлении перед депутатами губернатор, бюджет подрос на 37 миллиардов. И главное, вовремя довести все суммы до всех муниципалитетов. Кропотливая работа над корректировками шла в профильных комитетах краевого парламента. Были дискуссии по агропромышленной отрасли, по капремонту старых школ в отдаленных районах. В итоге, с учетом корректировки, к сфере образования добавили почти 4 миллиарда. К сфере здравоохранения почти 4,5. Дополнительные финансы выделены и на социальную сферу, и транспортную отрасль. Как отметил спикер краевого парламента Алексей Додатко, масштабная корректировка содержит ряд важных решений, особенно в сфере развития общекраевой инфраструктуры. В восстановлении экономики края в 2021 году, получение краем дополнительных доходов, сформировали так необходимую сегодня ресурсную базу для того, чтобы мы могли максимально оперативно отреагировать на новые вызовы. В обсуждении прозвучали, скажем так, заделы на решение тех вопросов, которые были выявлены в работе над этой корректировкой. Мы понимаем, что сегодня эта корректировка фактически формирует и законодательную, и финансовую базу для реализации в регионе комплекса мер. Это, собственно, поддержка муниципалитетов. Средства направляются и на решение вопросов местного значения, и реконструируются новые объекты здравоохранения и культуры в территориях края. 20% увеличенных расходов – это запас для повышения зарплаты в бюджетной сфере. 6,4 миллиарда для повышения на 8,6% с 1 июля для бюджетников, и плюс 1 миллиард зарезервированный на вполне себе вероятное и ожидаемое федеральное решение о повышении минимального размера оплаты труда. Суммарно больше 7 миллиардов – это уже заложено. И следующий этап анализа, потому что, понятно, ситуация очень динамичная. Следующий подход к этому вопросу будет уже в мае. На выплаты на детей от 8 до 17 лет расходы увеличились более чем на 4 миллиарда рублей. 700 миллионов выделяют на поддержку агрария в крае. Дополнительно 2,4 миллиарда для обновления транспорта. 320 миллионов направят на микрозаймы предпринимателям. И 2 миллиарда на строительство метро. Отдельной строкой опасения была сфера строительства. Поддержать отрасль было важно, чтобы не встали начатые проекты и шла реализация уже согласованных. Важнейшее, на мой взгляд, направление – это государственный заказ на строительство разных объектов социально-культурного назначения. Вдвое увеличено количество этих объектов, которые будут построены за счет бюджета. Эта мера, конечно же, поддерживает строительную отрасль. То есть она дает работу, она дает возможность производить строительные материалы. Существенно увеличено количество денег на строительство жилья. Жилья для бюджетников и детей-сирот. В ближайшие два года еще около 2 миллиардов будет потрачено на эти цели. За два года возведут 11 домов в разных муниципалитетах края. Безусловно, бюджет края пройдет еще через один фильтр – осеннюю корректировку. Ну а пока, отметили парламентарии, остается держать руку на пульсе у экономики. И продолжать реализацию намеченного. Анастасия Цыганова, Андрей Ткачук, Новости Прима.